Большие, маленькие, большие деревни Дети, черные дерева, и дверь Разные, разные франции Вовсе, если конец Не делали в том, в том году Ну, в детстве я родился в Смоленской области В глухой местности В то время там вообще были глухие места Даже не было никаких там дорог особо Ну, были протелочные дороги В 52-м году, записанные в 53-м году Вот, родился я Мать была Мария Миронова Она 20-го года рождения Родилась она в деревне Богдановка Перед войной она работала в Донбассе, в Донецке Была на производстве Ну, там была и официантка работала, и буфетчица Ну, и там на военном заводе Когда началась война, она вернулась на родину Ну, там была оккупация После войны она уволилась с производства и потепила в колхоз Вышла замуж там Да, мужчину Ну, она быть с ним В 52-м году она вышла замуж В 53-м году она с ним разошлась Когда я родил, то они уже, родители мои, разошлись И мы жили отдельно Брат мой старший, он записан по имени матери Род я считаю Миронов Выйдем от отца моей матери, Мирон, Миронов Вот род наш идет Ну, обряды, я помню некоторые обряды Вот как Красная Горка Когда хоронили покойник Выносили из дома Укачали всех блинов там Как хоронили Выносили на полотенцах Опускали на полотенцах усопшего Где человек погиб не своей смертью Если умер своей смертью Нет А когда его убили там Или зарезали Или там на том месте ставили поминальные кресты Кроме того, что там на кладбище Там он с собой разумеет Еще ставили отдельные кресты И там всегда Когда это были праздники Народ собирался И там праздновали Ну, там гуляли, веселились Вроде как-то опять траурные А на самом деле народ Память о нем такая была Что он живой Что он присутствует Среди веселящих Он присутствует Душа его веселится Потому что он со всеми вместе участвует Они его поминают Значит, они о нем помнят Языческое Вот такой вот Языческий корень В народе еще Сохранялись обряды языческие Красная горка На крестах Повязывали эти рушники Опускали на рушниках Могилы засылали рушникам Вот картина Которая сейчас уцарится Там посвящение убиенному племяннику Там это все показано Там все это Изображено Там черно-белые варианты Там все показано Ну, именно, да, деревенские Вот эти мои фигуры Которые, а то они не оттуда С христианством Это нереальные лица Которые там реальные Они действительно Они живут под своими ликами Это не лики Они именно не лики, а лики Вот они живут под этими ликами Они летут, они, их не лики Они С 14 лет Я делал, читал их книги Делал копии Этих книжных иллюстраций Еще в школе Когда учился там В седьмом, в шестом классе Потому что я рисовал Просто перьевые ручки С чернилами Ну, рисунки так получались Но я Уже когда я уже потом Нас Мы в шестом в этом году Переехали в Москву Из деревни Нас братья-матери Они нас привезли Тогда в Афос И матушка моя Стала работать Дояркой Здесь на ферме Стала дать коров И вот нам дали Комнату Дали Мы жили в первобараке Потом нам дали Еще комнату В поселении Потом мать Через несколько лет Включила квартиру И вот я когда Я уже поступил В ПТУ В шестом в работе В шестом в одном году Когда мы перехали Я сразу поступил В ПТУ Учиться Вот я уже начал Ходить И вот Едем я В тор esses Иногда Там еще ничего Не было Они были Эти развалины Стояли Вот делал Зарисовки Брал с собой Карандаш Бумагу Едем Рисовать Такие разные Там мостики Вот Фигурный мостик Отдельные детали Вот такие там Выходы Входил я Это филиал музея Шуцева был раньше Донском монастыре, ходил, изучал старинные гравюры, старинную графику смотрел, изучал. Едил я в Новый Иерусалимский монастырь, в Загорск, в город Загорск, в Абрамсов, там больше музеев, там были и парки, и музеи. Монастыри тоже интересовались, моя первая картина была именно посвящена городу Загорску. Ну где я работал на стройке и не было таких товарищей, там я работал на стройке, но таких товарищей не было. Учителями у меня два было, главный педагог Николай Михайлович Ротанов, первый был Павлов Николай Леонидович. Я в 1975 году, мне было где-то лет 22, по-моему. Нет, был первый Павлов Николай Леонидович, я в него занимался два, полтора года, а потом уже стал заниматься у Николая Михайловича Ротанова. Да, живопиской я занимался, потом я уже перешел. На третьем году обучения я начал делать свою первую графическую работу в Загорск. Я сам дошел до этого. Когда я уже начал делать, он мне уже перестал давать мне учебные задания, у Слава Сильдя, вот работа над своей композицией. Уже никаких мне, не стал давать учебные задания уже, все, отошел. В принципе я входил, как будто в нее входил. Когда я начинал над ней работать, как будто я в нее вошел. Ну, я додумаю композицию, как она будет, например, в общем плане, как там мысленно. Додумаю композицию, где, где, какие фигуры мне будут размещены, там, треугольник. Обычно композицию строю, я тогда строю трехугольники. Центральный и боковые три. И с этого начинаю делать композицию. Ну, я начинал как, я начинал рисовать прямо с самого края. Вот начинал рисовать, и потихоньку шел, шел. Я видел, на белой бумаге видел, где, что будет, и видел примерно всю композицию. Да, я додумал, как сначала. Хотя в процессе работы я что-то, конечно, изменял, естественно, там. Или дополнял, или что-то я убирал. Какие-то детали, я просто... Ну, немножко оставляю просвет между карандашами. Просвет. Стараюсь, когда выделить белой полосой, чтобы она была... Хотя не всегда обдаются, но стараюсь. Они просто, это... На них символы нарисованы, орнамент. Это они между собой какой-то еще и разговаривают. Там уже символы, которые заштрихованы. Там просто надо на них более детально смотреть, изучать. Они могут много и поведать об этом человеке, об этом профессии. Но это детально. Ну, слышишь, конечно, отдельно. Ну, здесь вот корабли, которые вот человек плавает по морям, по бурям, как его жизнь не бросает. Там кораблики есть, иконки надо бывает, как святые религии. Кресты иногда рисую на одежде, там чаши гриали, там чаши с вином, как хлеб и кровь Иисуса Христа. Ну, такие. Потом домашние обиходы вещей рисую, маски, руки, там. Ну, иногда бывают такие символы. Огонь, там типа пламя, там типа лучей. Так, синода такие. Разные бывают символы. На одежде. Ну, обычно делаю орнаменты. Витами ткали, моя матушка сама ткала. И ручники ткали, и вышивка была, орнамент деревенский. Моя бабушка тоже ткала, из льна. Ткали даже специальные ручники для похорон. Траурные так ткали ручники, почти три метра на них, вот я говорю, опускали. Потом делали ручники специально для хранения хлеба ткали. Хлеб хранили в этих ручниках. У меня все персонажи, они, в принципе, они как добрые. Нет такого цела, нет, я такие, я не... В моих картинках пока, в мире, они не присутствуют. Ну, деревенский сюжет, любимый, конечно, связь в моей деревне, Смоленщиной. Ну, да, вот сейчас библейская, христианская тематика тоже интересует, и монастырская. Потому что я некоторое время и даже работал в монастыре, мне повезло. Помогал монастырю, на работах были. Даже работал в резиденции Приделкина, патриархом. Три недели работал там. И благословение от него получил, от Алексея Второго. Ну, он меня просто благословил. Не зависит ни на что, просто я... Там, у меня в саду, он меня благословил. Ну, во-первых, я не затрогаю тему канонной церкви, иконы. Я и большие, и даже не боюсь поступать. Поэтому я не стал делать это, чтобы там Иисус Христа и доброжение делать. Я не хочу нарушать канонной церкви. Это христианская тематика, но без отсутствия Христа. Так я был додуман, что я не хотел никаких канонов. Потому что тут канон, есть каноны. Я не хотел просто влезать. Хотя у меня была отдельная фигурка. Ну, там не круто, а моя фигурка, которая была у богемских, отхоронится. Не знаю, по-моему, делая работа в Алексею Турчина. Там есть просто фигурка моя, она распятая. Ну, это не Иисус Христос, конечно. А детство, это я не хотел делать канонические изображения цветов. Ну, хотя есть, и святой младенец изображен там, в этом, ареол такой. Есть, кстати. Это же как профессия, там, каждый день рисую. Независимо от того, какой там отрилинии, есть там, желания нет. Хотя бывает, что иногда день меньше, другой день больше рисую. Другой день больше часа-два поработаю, и все, я знаю, уже нет. Но все равно работа, конечно. А сюжет есть, сюжет, он возникает один, да, за другим. Одну композицию заканчиваем, и возникает другой сюжет. Вот раньше, когда матушка моя умерла, я ходил, но сейчас я посещаю, но резко. Ходил Моноцый, приход очень богат, картинки. Три храма в одном месте. Костел и Моноцый почти. Поэтому я делаю картину, как и творит церкви. Есть, правда, еще малый стекло, я вам потом покажу, пяти штук. У меня два стекла, вот этот большой, и этот же малый стекло, эти антки. Там тоже и эритиков в центре, на катере. Конечно, в каждой картине я что-то приобретаю или новое, или худшее. Ну, кажется, что-то и новое приобретаю. Худшее, я уже не смею права опускаться ниже. Не так и думаю, что уже статус. Ну, не то, что статус, уже не позволяет мне опускаться. Тем более опыт, в каждой картине я приобретаю опыт, какие-то познания. И, естественно, здесь уже идет дополнение. Что-то приобретаю, что-то дополняю. Так это будет до бесконечности, мне кажется, до самой смерти моей, смертного часа. Так и в любой человек, каждый днем все более-более усовершенствует. Бесконечности человеческие возможности. И могу идти там по парку, или даже по городу. Ну, по городу у меня, вот по парку иду, я там работаю в юности, иду, и вдруг у меня в голове возникает идея. Я начинаю тогда думать, ага, начинаю где-то найти бумажку быстренько и запитать название будущей работы. Примерно, как она должна выглядеть. Я делал маленький такой карандашный, в ручке наброса. Для тебя понятно, для человека там ничего не понятно. Вот, и сразу в голове идет. Ну, примерно, вижу, как это будет смотреться, выглядит, какие должны быть параметры, объем работы, какой размер должен быть. Вот сейчас я ходил на будущее, додумываю, по отношению твоей матери делать композит, умершей матери. Это вот на будущее. Может, вот до часа два я начну делать, потому что надо что делать. Ну, сейчас еще много других работ композиции. Много будет других работ. Хочу тема поэзии, хочу маленькую три птика сделать про поэтов. Ну, там не обязательно какие поэтов, а просто общий вариант поэзии. Там литературная часть, как она пишет, там на твитке пишет, показать, помнить. В общем, в принципе, у меня есть так, читаю вот три века русской поэзии. Мне вот Деденко шедела, вот и читаю. Ну, и даже есть такая картина в предсвящении Есенина, потом Маяковская, но Маяковская я не очень не воспринимаю. Высоцкая, очень более-менее, из наших современников. Ну, естественно, Пушкина отдельные, стихи Лермонтов тоже. Пушкин Державина, это еще более древние. Там много и поэтов, я сейчас тоже не вспомню. И наши, советский период, были хорошие поэты. Ну, так, читаю исторические рассказы, вот Хан Баты, там, ну, такие, и классику, конечно. Современную литературу я не читаю, что сейчас там пишут, почти не читаю ничего. Белитристику я, конечно, не читаю. Мемуары тоже не читаю. Я люблю читать исторические романы больше. Ну, и вот еще автобиографические люблю книги читать, там, про описание, такие, там, события, даты, истории. Вот это я люблю читать. Там Карамзин у меня книги есть, Костомаров, вот, тоже философские книги есть, из больших купил, Колумбинск, вот, иногда читаю, там, головой и телой нашей истории. Ну, я больше любил, конечно, вот при моей работе, я любил эролитическое искусство, больше, тяга, нашим художникам. Вот Аркадий Пластов очень сильно нравился, Оликов, Репин, там, потом вот Левитан пей даже, очень нравился. Ну, болею, что я особо там так отношусь, ну, вот ранний период, мне он нравится, вот подний период тоже не очень. Есть, реально. Ну, так, она едет, я оттуда, мой отоднание берет какие-то, не дает какой-то информации, я это делаю, выращиваю в своем отоднании и переношу на бумагу. Мне вообще кажется, я почему-то, я, как-то, то ли не передатчик, но и почему-то нахожусь влиянием в моем отоднании, мне так кажется. Я вхожу в другой мир и мне кто-то такие, ну, не диктует слове, но дает мне такое, вот именно вот, вот риту и вот это, вот я и риту и вот это, я уже, даже помимо своей воли, я уже, мне дана вот такая установка этой делается. Да, сейчас покажу, сейчас я немножко я проходу уберу. Три года назад я делал эти картины, даже не три, а три, ну, четыре года там назад. Это как память о моих там, деревенских жителей. Ну, как вот, или, вот эта картина называется «Деревенская элегия». Здесь перед домом они собрались на общий праздник. Внизу родник, и вот там воду родниковую там внизу, и дом в разрядье. и они здесь витилятся, отмечают свою деревенскую жизнь, общий праздник такой на фоне деревянного дома, который на две части разрезанной внутри, витилятся, и на улице, во дворе. Здесь справа колодец, и где дрова лежат, там, с левой стороны. они как будто уже, уже они живут и в том мире, и в этом мире жили. Двух этих параллельных, параллельных. Жили в этой жизни, и сейчас они уже вот там, в небесной жизни. У них там как будто тоже свой храм, и они там живут. А эта часть здесь непосредственно вот хоронит покойника, уже зимой деревянского жителя, выносит его, хоронит перед домом, под ним прощается, угощает, бенами едет, когда хоронили человека. Это уже первый снег такой, ранний, снег выпал, а человека уже нет, начало зимы и начало заката жизни человека. Это такое происстояние, вот здесь веселье, а здесь траур, вот где и смерть, и жизнь, все рядом вместе, вот такой две грани, это как диптих или, ну они могут быть подельницей картины, ну и могут быть такое составление вот между бетельем и трауром. Ну это как венок, в принципе, как окантовка, как венок такой, отделяю от фона и а это граница вот их вот они живут в этой границе, они перейти не могут вот эти рамки. И здесь тоже самое. Везде на всех работах присутствуют такие определенные рамки границ. Так и там и смерть будет. Ну конечно что-то отдельно стирается, но памяти много. Ну это человек чистый душой, где нет ни греха, ни дела. Люди живут в общем в радостях под покровительством ото небес под покровительством ото небес. может быть. Ну может быть эта одежда, может быть моя одежда, может быть другая одежда, может быть приближать. я считал, есть планета ноги, где на обратной стороне нашей солнечной системы есть планета ноги, где наши души на метро и переселят. возможно тем более много таких когда люди попадали в такую когда они находились в клинической смерти, много сказали, что они везли огромную черную дырку, они там влетали и души. Возможно что наши там эти души переселяют на эту планету. Это какие-то параллельные миры, когда иногда уходит близкий человек ты это чувствуешь когда ты в одиночестве живешь это что-то о том первый год смерти после ее ухода конечно были моменты что как будто чувствовал ее будто она рядом со мной ходит по комнате даже был такой моему старшему брату даже было такое видение что он ее очищал даже как наплакала рыдала перед ним стояла было такое они как живые люди это их не тратят обычно когда делаю немножко их прошу чтобы они на меня не обижали так на них они как живые люди живые сучат любое дерево рот любая травка живое сучат и листья и дубовые ветки допускают обязательно и ветки листья обитательные геометрические и растительные орнаменты во первых успешно выставки нашла четыре месяца до планированного два места шла четыре месяца и и тариф на меня много связан я был рад что и занимался и эти выставки занимался большим вниманием выделял владимир помещиков там фонд форта помог проведение выставки отчасти но заслуга директора музея тарифона и вадима алексеевича помещиков огромные ну немножко отливали это конечно было такое единобразие но должно быть такое довольно оригинальное необычное они живут в протранстве там большой протран комната и они хорошо смотрятся просматриваются когда на белых стенах хорошая подсветка в 2004 году когда погиб Вадим Алексеевич помещиков мы получили он получил ну я гран-при получил даже два диплома один международный тоже в 1997 году гран-при и вот и гран-при в 2004 2004 год свет наив большая делала Грузин Леонид Ильич на музее города Москвы там пятна и десятом январе и в феврале одиннадцатого года там было выставка ну а моих работой отзывы были хорошие и много народу ходили и интересовались отзывы были хорошие даже очень хорошие только была показана там другая композиция не есть а вот другая вот здесь виталий у меня в комнате может посмотрите если есть есть вот только поедем русский потом поминали небольшой крест хотел такую тренеру где виталя отдельную композицию сделать городскую тематику буду продолжать делаться тоже интересная тематика городские дворы городские церкви много библейские сюжеты буду делать тоже христианская тематика тоже намечает молитвы из монетарей маски буду делать вот вот хочу делать маску продолжение маски маски это как лицо другое измерению как бы такой шутовской маски которая идет язычество может быть теми как будто мы все в принципе шуты по большому счету когда человек шут отчасти вот поэтому это тоже интересует и камни строение города вот камни самих отделка камней вот это меня интересует за счет я орнамента использую камни вот у меня камни внутри камни используют цветными карандашами цветными ручками деревянные и камень дерево и камни вот наше дерево и камни вот в малом цикле который я заканчиваю там это показываю там половина цикла у меня сделана в камне половина в дереве камень это наши западные картины западная тематика а деревянные это наша басочная часть тематика такой цикл и 10 тысяч маленьких работ там и на работе и думаешь а вот и я закончу я работаю там она цветная цветовой цикл такие небольшие размеры небольшие на работе цветов и на работе цикл и на работе как новое на работе это делает ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok